На Одесской Староконке к карантину подошли со всей ответственностью. На центральных воротах висит замок, а внутри из людей лишь охрана. Работают лишь некоторые магазины за пределами базара. Несмотря на то, что пара торговых точек все же открыты, покупатели, говорят местные торговцы, можно пересчитать на пальцах одной руки. Продать все без денег и сейчас такая слабенькая ситуация. Если нет денег, значит ничего не продается. Практически в обычном режиме работает и новый рынок. Несмотря на то, что сегодня будет не день, тут по-прежнему многолюдно. Одесситы продолжают закупать продукты. Большинство продавцов и покупателей без масок, но на столах есть антисептики, которыми можно обработать руки. Продавцы говорят, что почти не ощутили последствий карантина и о закрытии рынка ничего не знают. У нас постоянно инфекция, постоянно. Думаю, что будем работать. Люди как ходили, так и ходят. Как покупали, так и покупают. Сколько кому надо. А вам не сказали, что будет закрытие нового рынка из-за карантина? Покуда еще ничего не сказали. На привозе тоже запрет проигнорировали. Тут вовсю идет торговля. Работают овощные ряды, молочный мясной корпус и даже ларьки с одеждой, посудой и цветами. На базаре совсем немноголюдно. Даже непривычно, что никто не выкрикивает, в какую цену гранат, не толкается и не наступает на ноги. Закрытых контейнеров – считанные единицы. А настроение продавцов заметно хуже, чем, к примеру, на новом рынке. Совсем людей на базаре нету. Никакой торговли. Я уже все заканчиваю. Еще завтра и уже не буду торговать. Время от времени на контейнерах мы замечали вот такие предупреждения. А еще таблички с надписью «Есть в наличии антисептики и маски». Многие магазины на рынках эти товары даже выставили на показ, как на витрине. Цены на санитайзеры колеблются от 50 до 250 гривен. Мы решили купить антисептик в бутылке с дозатором. Правда, его запах больше напоминает средство для снятия лака. Так что при выборе дезинфектора желательно изучить его состав. Иначе есть угроза вместо вируса заработать аллергию. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».